Самара, Москва, Минск, Брест. Более 1300 километров в одну сторону. Историческую часть экспедиции доверено представлять членам клуба «Они сражались за Родину». В дорогу отправятся 30 участников, 9 автомобилей и мотоцикл. Второй месяц активисты клуба готовят к серьезному испытанию технику и людей. В дороге все может случиться, и сверлить, и пилить надо. Топоры, пилы собираем, нитки тоже, что порваться может, приготовили, клеить. Короче, у нас целый сундук набрался с его хозяйства. А это легендарная «Эмка» ГАЗ-М1, продукт завода имени Молотова. Очевидно, ей пришлось поколесить по военным дорогам, поскольку год выпуска автомобиля 1940-й. В коллекции клуба машина появилась полтора года назад, но отправиться в этот автопробег ей пока не удастся. На полное восстановление потребуется еще около года. Клубу «Эмка» досталась в плачевном состоянии. Ее пришлось разобрать до последнего винтика и также по кусочкам собирать заново, без чертежей, по фотографиям. Металлург по образованию, член клуба Валерий Якушов о таком старом автомобиле мечтал всю жизнь. Сейчас буквально живет в гараже и не сомневается в том, что машина поедет. Она уже чуть-чуть у нас здесь, вперед-назад она проехала, но ее на этом и оставили. Потом разобрали ее опять полностью, потому что приходится собрать ее, все вымерить, проверить, все правильно стоит, опять разобрать, чтобы покрасить. Содержание раритетов требует огромных средств. Члены клуба восстанавливают военные экспонаты за свой счет и рады любой помощи. В этом году их здорово поддержали местные энергетики. Благодаря этому у машин есть колеса, аккумуляторы, масло и запчасти. В каждом из населенных пунктов по пути пробега ребята планируют разворачивать исторический музей под открытым небом для всех желающих. Мы берем форму из 41-го года, из 43-го, 45-го. То есть людям будет что показать. Сама техника по себе это уже показ. Это чудо. Даже если мы доезжаем до деревень, до наших, люди щупают капот, спрашивают, а вы ее что, привезли на эвакуаторе? При этом капот горячий. Нет, она сама дошла сюда своим ходом. Люди не верят даже в это. А если она пройдет тысячу километров, я считаю, что каждая машина достойна награды. Додж, Виллис, Форд, Газ. Всем машинам более 70 лет. Все прошли дорогами войны. Ребята надеются, что долгий путь техника выдержит. На случай поломок планируются ночные ремонты. В составе экспедиции также пойдет команда «Навигатор-63» на квадроциклах и колонной техники «Автоваза». Анастасия Зубарева, Инесса Панченко, Алексей Золотенков. События. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова